15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Воины-интернационалисты почти 10 лет несли боевую вахту в этой стране. Через службу в Афгане прошли более полумиллиона советских солдат и офицеров. Какой след в истории государства оставила эта война? Спор об этом не стихает до сих пор, особенно на фоне современных военных конфликтов с участием России. По традиции в эту памятную дату ветераны боевых действий встречаются с молодежью, говорят о воинском братстве, вспоминая от ушедших товарищей. Потери Советского Союза в Афганистане составили почти 15 тысяч человек. Но и те, кому посчастливилось вернуться, навсегда сохранили тяжелые воспоминания. Константин Волков, бывший афганец, после службы принял постриг, говорит, чтобы грехи замаливать, но при этом считает, что солдаты выполняли свой долг. Это было в то время стратегически, по-своему, обоснованное войск Афганистан, которые просто, к сожалению, не довели до конца, на мой взгляд. Я считаю, что все, кто там был, каждый герой, поскольку они выполняли долг перед государством, В СССР афганская война была крайне непопулярна. В современной же России отношение к ней двоякое. С одной стороны, нынешнее руководство говорит, что ввод войск был ошибкой. С другой, предпринимаются явные усилия для пересмотра оценок конфликта. Афганская война, которая оставила глубокий след и полемика в обществе, возникает потому, что наше советское прошлое сейчас, вот в нашей нынешней путинской идеологии, должно играть очень существенную роль. Сделать эту войну популярной все равно не получится. Не получится никак. Ее не получится сравнить с Донбассом, потому что это все-таки колониальное, далекое вмешательство, которое не было близко нашим людям, и они не понимали. Со времени окончания афганской войны утекло немало воды. Две чеченские компании, сегодня Сирия. Сравнения напрашиваются сами собой. Однако, по мнению экспертов, проводить параллели можно лишь условно. Слишком разные это конфликты по своим масштабам и характеру. Однако с уверенностью говорить можно одно. Сегодня война в Афганистане видится совершенно по-иному, чем это было 30 лет назад.